С каждым годом влияние человека на дикую природу становится все более ощутимым. Из-за неконтролируемой хозяйственной деятельности под угрозой оказываются сотни различных видов животных, и это безусловно печально. Однако, тысячи лет назад на Земле обитали такие монстры, взглянув на которых, вы гарантированно скажете, черт возьми, как же хорошо, что таких больше не встретишь. Приветствую всех, на связи Лайтовый канал, и сегодня мы расскажем и покажем вам топ-10 доисторических животных-убийц, которые, к нашему счастью, уже вымерли. Поехали! Десятое место. Пульмоноскорпион. Пульмоноскорпион – это вымерший вид гигантских скорпионов, который обитал на Земле 300 миллионов лет назад. Останки его были найдены на территории современной Шотландии. И современные тоскорпионы многим внушают страх, а что говорить об их предке длиной в 70 сантиметров. Эта тварь с успехом могла пожирать мелких животных. Очевидно, современные кошки и мелкие собачки отправились бы ей на закуску. Девятое место. Эфоберия. Эфоберия ничем не отличалась от современных сороконожек, за исключением одной маленькой детали. Ее длина составляла ни много ни мало целый метр. Не совсем ясно, чем такая громадина питалась. Однако очевидно, что если некоторые современные сороконожки при длине в 25 сантиметров умудряются пожирать птиц, змей и грызунов, Эфоберия могла распространить свои аппетиты гораздо дальше. Восьмое место. Энтиладон. Энтиладон. Древнее млекопитающее, похожее на дикого кабана, но обожающее лакомиться свежим мясом. Некоторые ученые полагают, что энтиладоны были каннибалами. Но что-то подсказывает, что от человеченки эти кабанчики не отказались бы. Представься им такая возможность. Седьмое место. Карбонемис. 60 миллионов лет назад по земле ходило примилое создание под названием Карбонемис. Это была плотоядная черепаха, длина одного лишь панциря которой достигала двух метров. Это пережившее динозавров создание было оснащено огромными челюстями, которые позволяли ему пожирать всех, кто попадался на пути. Шестое место. Эндрюсарх. Эндрюсарх, возможно, был самым крупным хищным млекопитающим за всю историю. Эти создания обитали на Земле 35 миллионов лет назад. Ученые на основании найденного черепа и нескольких костей предполагают, что животное могло весить без малого 2 тонны. Реконструкция внешнего вида рисует поистине устрашающую картину. Однако до конца не ясно, был ли Эндрюсарх охотником или предпочитал лакомиться падалью. Пятое место. Смиладон. Смиладон обитал в Южной и Северной Америке. Последние представители этого вида вымерли всего каких-то 10 тысяч лет назад. Смиладон – наиболее известный представитель саблезубого тигра. У этого 400-килограммового хищника были невероятно развиты передние конечности, и, конечно, он обладал невероятной длины верхними клыками. И, к сожалению, по всей видимости, смиладоны успели таки вдоволь полакомиться нашими дальними предками. Четвертое место. Короткомордый медведь. И еще один представитель нашего топа, вымерший относительно недавно, это короткомордый медведь. Эти звери бродили по Северной Америке каких-то 11 тысяч лет назад. Размеры короткомордого медведя поистине монструозны. Вес почти в полторы тонны и высота, стоя на задних лапах, более трех с половиной метров. Согласитесь, с таким в дикой природе лучше не встречаться. Третье место. Титана Боа. И как же обойтись без змей, когда речь заходит об устрашающих животных? Но у нас тут не просто змея, а самая крупная, тяжелая и длинная змея, какую только видела Земля. Титана Боа вымерла 60 миллионов лет назад, а до тех пор успешно пожирала гигантских крокодилов и черепах на территории современной Южной Америки. Учитывая длину в 13 метров и вес в 1200 килограмм, для нее это была простенькая задачка. Второе место. Мегалодон. Мегалодон – вымершая гигантская акула, которая бороздила моря всего полтора миллиона лет назад. 18 метров мощи и кровожадности, возможно, самый крупный хищник из когда-либо живших. Вес мегалодона мог достигать 30 тонн. Его огромные зубы были 20 сантиметров в длину. Укус мегалодона был самым мощным в истории рыб и составлял чудовищные 109 килоньютонов. За всю историю лишь некоторые динозавры могли выдать большую мощь. Первое место. Форорокосовые. Эти ужасные хищные птицы обитали 60 миллионов лет назад в Южной Америке. Летать они не могли, но с лихвой компенсировали это ужасной свирепостью и злобой. Самые крупные особи могли достигать высоты в 3 метра и веса в 500 килограммов. Добавьте к этому ужасающие когти и клюв и способность бегать со скоростью гепарда. Да уж, такого точно стоит обходить стороной. Ну а на этом все. Обязательно подпишитесь на канал и прожмите колокольчик. Впереди много интересного. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!